МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша тема – это конфликт между влюблёнными. Как преодолевать эти конфликты? Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трёх дочерей. В выступлении важно отметить, что действительно такие бывают вопросы, когда приходят молодые пары, приходят для того, чтобы попросить о помощи, пройти через такие определённые курсы, консультации, то есть убедиться, что действительно ли соединяет их Господь. И вы знаете, вопрос о конфликтах, о сложностях, которые бывают в их взаимоотношении, он обязательно присутствует. И в первую очередь, я бы так сказал, очень настораживает, если пара говорит, что у нас нету никаких конфликтов, у нас всё в порядке, мы очень хорошо понимаем друг друга, у нас всё хорошо. Так вот могу сказать, что для нас, как для консультантов, людей уже имеющих опыт определённого консультирования, это очень настораживает. Потому что, скорее всего, происходит следующее, что конфликты, их не то чтобы нет, они, скорее всего, заметаются. Знаете, как вот заметают какие-то вещи под ковёр, да? Их просто, вот есть такая подстройка. Я подстроюсь под другого, но я не буду говорить о своей позиции, своей точке зрения. И другое дело, когда пара приходит и готова обсуждать, им можно задать вопрос, а когда у вас был последний конфликт, о чём вы конфликтовали, как он разрешался, этот конфликт. И пара, ну, может быть, даже улыбнувшись друг другу, начинает рассказывать о том, вокруг чего у них был конфликт. И вот эти ситуации, они как раз-таки говорят, что взаимоотношения развиваются действительно на более глубоком уровне. Что мы действительно все разные, мы в этот мир приходим и обретаем своё воспитание. Когда парень с девушкой общаются, развивают взаимоотношения, надо понимать, что у них разные наследия, разные взгляды, разные вкусы. И рано или поздно всё равно происходит столкновение, непонимание. И конфликт — это неплохо. Конфликт — это возможность действительно услышать, вот где находятся границы другого, каковы убеждения, представления. И конфликт также даёт возможность проговорить и прийти к какому-то согласию. Вопрос, как научиться преодолевать эти конфликты, как действительно достичь понимания. И прежде всего хотелось бы, ну вот некий такой пошаговый алгоритм. Если конфликт действительно очень острый, очень тяжёлый, то я бы не рекомендовал решать его прямо вот, когда эмоции кипят. Может быть, действительно стоит взять, отойти в сторону, помолиться, спросить у Господа, а вот кто прав в этой ситуации, что произошло. И очень важно потом встретиться для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы откровенно поговорить. А в чём же была суть конфликта? Знаете, вот этот даже вопрос очень важен сам по себе. Выяснить, что было той точкой, что посеяло противоречие. Вот этот конфликт привнесло. И порой, когда уже эмоции стали тише, спокойнее, когда уже предварительно помолился человек, спросил у Господа, как надо поступить, то действительно есть шансы на то, чтобы этот конфликт разрешался. И очень важно именно увидеть, как он решается. Готовы ли пара слышать друг друга? Готовы ли они услышать аргументы, позицию? Почему я так поступил? Что? И когда мы касаемся вот этих конфликтов, происходящих между парой, ведь очень важно, как они прошли, преодолели эти конфликты. Очень важно обратить внимание, как один и как другой решает. Потому что разные подходы. И когда мы еще только развиваем взаимоотношения, мы можем обратить внимание, вот удовлетворяет ли, хороший ли это подход, который избирает моя вторая половинка. Потому что кто-то сразу вступает в бой, когда видит какое-то противоречие, конфликт, он готов, давай его решать прямо сейчас. Кто-то не готов и сдерживает. Кто-то всплескивает эмоциями, кто-то сдерживает, опять же. Кто-то, может быть, из мухи, как есть такое выражение, раздувает слона. Может быть, там и не надо конфликтовать, а вы чувствуете, слушайте, ну что же меня так постоянно по какому-то маленькому поводу, малостоящему, так сразу у нас разгорается конфликт, сразу у нас непонимание. И вот на эти вещи очень важно обратить внимание. Потом обратить внимание, как вы слушаете друг друга, когда вы идете через какой-то конфликт, вы его разбираете, да, насколько человек готов услышать. Ведь вот эта эмоциональная сторона конфликта, когда мы начинаем уходить даже от основной темы, но начинаем больше эмоциями что-то выражать, и мы должны услышать, увидеть, что наши эмоции, они очень часто не способствуют разрешению. Они уводят нас в сторону. Мы можем ими обидеть другого человека, можем как-то оскорбить, а в то же самое время можем, наоборот, выразить уважение и любовь, понимание, сострадание. Вот мы в теме общения, мы говорили о таком важном типе общения, как эмпатия, как услышать другого. И вы знаете, для разрешения конфликтов даже сам факт того, что другой услышал, мог занять такую позицию активного слушания, мог повторить позицию другого, это уже успокаивает, это уже привносит мир, понимание, да, даже если другой человек был не согласен с моей точки зрения, но я знаю, что он услышал меня. Это очень важные моменты, чтобы обратить внимание, как вы проходите эти конфликты. Мало того, это еще важно, потому что один из моментов, который мы говорили ранее, прежде чем сказать да, это посмотреть, насколько часто между вами есть конфликты. Потому что если конфликты, они регулярно присутствуют, присутствуют, вы постоянно сталкиваетесь с тем, что не встреча, то конфликт, у нас опять какие-то разборки, то вот очень важно обратить внимание, а может быть действительно вы не предназначены друг для друга. И я не буду забегать вперед, говорить, что кто-то из вас плох, кто-то хорош, но вы просто-напросто разного темперамента, разного характера, не готовы решать в таком ключе проблемы, потому что кто-то не может сразу дать причину, почему он так чувствует, почему-то переживает, а кто-то наоборот очень рьяно отстаивает свою точку зрения и говорит, да как ты можешь думать иначе, это же вот так, это и есть истина. Помните, каждый считает, что истина, она принадлежит ему, что он поступает правильно. И именно поэтому здесь очень важно обратить внимание, как вы проходите через эти конфликты, какая еще бывает реакция, готов ли человек, вступая в какую-то фазу конфликта, решать и подходить к этому ответственно. Я бы пожелал, чтобы девушки обращали внимание, а вот парень, когда он решает вот эти конфликтные ситуации, не происходит ли такого, что он, знаете, такой берет очень глубокую, долгую паузу, тем самым вынуждая, что решение и действие какое-то должна принять девушка. Вы знаете, с этим тоже надо оценить, насколько парень вот готов, ведь это же на самом деле момент, который показывает, а как будут в семье решаться проблемы, да, ведь они обязательно будут, какие-то совместные вызовы, какие-то сложности, и вот проходя через конфликты, когда вы еще только развиваете отношения, строите их, вы уже начинаете обращать внимание, а какой будет тот стиль, как мы будем разрешать те вопросы, которые будут у нас. И если мы находим, если мы это делаем уже сейчас на стадии, когда мы развиваем отношения, когда мы знакомимся друг с другом, и делаете это успешно, что вы выходите из этих отношений не израненные такие, не то, чтобы кровоточащие раны какие-то и больные, и неприятные, и вы чувствуете, что вас в очередной раз подавили, сманипулировали вами, то, конечно же, это важный момент. Но если таковое присутствует, то серьезный момент задуматься, а хочу ли я разделять с этим человеком свою жизнь. Сегодня у нас в студии гости Елена Палаткина, душепобечитель, христианский психолог, арт-терапевт и песочный терапевт. И, Елена, мы сегодня рассуждаем на тему конфликта между влюбленными, как преодолевать эти конфликты. Ведь люди молодые развивают взаимоотношения и рано или поздно действительно появляются какие-то противоречия, разногласия. Как вы бы порекомендовали им поступать в этом случае? Елена Палаткина, душепопечитель, христианский психолог, бакалавр христианского душепопечения и психологического консультирования, сертифицированный арт-терапевт, член ассоциации песочной терапии. Когда люди не договаривают, не договариваются между собой, не имеют жертвенность внутри, да, то, которое действительно нас Бог призвал, нет вот этой жертвенности, начинаются вот эти конфликты. А я, а мне, а для меня? Тут вопрос, а для чего я вступаю в брак тогда? Если конфликты возникают до брака, то тут, во-первых, обязательно нужно добрачное консультирование. Обязательно. То есть, это есть специалисты, которые в этом разбираются, которые помогают в этом разобраться и прояснить для себя, важно мне это, не важно, где Божья воля, где моя воля в этой ситуации, действительно ли этот человек является для меня каким-то важным человеком. А что бы вы посоветовали? Вот какие есть шаги, чтобы молодая пара, вот столкнувшись, возможно, даже впервые столкнувшись, переживая разочарование, где-то в сомнениях пребывая, вот что бы вы дали, как совет сейчас могли бы дать? Вопрос, они женаты или нет? Нет, они еще только развивают отношения, еще только думают, то есть, будут ли они мужем и женой. Ну, во-первых, научиться договариваться. Обязательно. То есть, научиться слушать друг друга. Это обязательно. И не просто слушать, слышать друг друга. А в вашем понимании, слышать это как? Как бы вы порекомендовали? Что это такое? Это как раз отвечать на то, что действительно, и прояснять те ситуации, те вопросы, которые вторая сторона хочет донести. А скажите, вот по наличию конфликта, не является ли это индикатором, что, ну, раз у нас конфликт, и мы не можем решить, ну, наверное, мы не друг для друга. Как бы вы отнеслись, вот если бы пришли к вам на прием такая пара, которая, ну, вот, как бы так откровенно сказала, ну, у нас конфликт, значит, мы, наверное, не друг для друга. Ну, это не односложный вопрос. Потому что у нас же бывает очень много из разных стран, из разных городов. Даже люди, менталитет у нас настолько разный, что даже элементарное воспитание и какой-то устой из Санкт-Петербурга очень сильно отличается от человека, который вырос в Гатчине. Да? То есть это тоже чувствуется. То есть он привык к одному, мы привыкли к другому. Даже тоже расстояние, да? Мы сейчас столкнулись, очень интересная ситуация на конференции. Женщине когда объясняла, как дойти до определенного места, я говорю, ну, тут вот рядышком. Она говорит, где рядышком? Я говорю, там мост перешла, а там еще пахать и пахать. Я к ней повернулась. Я говорю, а вы из какого города? Она сказала, я, говорит, из маленького города. Но вы-то нахалы, как вы сейчас на меня смотрите? То есть она уже окрасила мой ответ, то есть решила за меня, что я ей отвечу. И с какой интонацией. И, в общем-то, уже все решила за меня. Я сказала, нет, я говорю, понимаете, вопрос не в том, что я из одного города, а вы из другого. Вопрос в наших размерах. То, что для нас кажется, это вот за углом, для вас пройти весь город. Вот и все. Может ли быть то же самое, насколько я понимаю, между девушкой и парнем, который строит взаимоплошения? Абсолютно. Он назначил встречу, она не пришла, только просто потому, что не успела рассчитать дорогу. А уже какие-то эмоции, какие-то переживания? А он опоздал, потому что, да, он меня не любит, и все, и я опять же за него все решила. Очень часто, кстати, такое, что люди решают за других. Я очень долго молилась, тоже думала, о чем это? А помните, 17 мгновений весны? Он идет по коридору, и мы слышим, о чем он думает. Его настрой, его переживания, конечно же. И автоматом мы то же самое думаем, что мы знаем, а с чем думает другой человек. Правильно ли я слышу, что очень важен действительно настрой. И если человек настроен, чтобы решать, проходить через ситуацию, то вполне это возможно. И мы можем преодолевать комплект. Все возможно, верующим и тем более. Да, спасибо вам большое, Елена, за ответ на такие вопросы, которые беспокоят молодежь. Так, спасибо вам большое. Да благословит вас Господь. Вопрос такой. Он постоянно меня критикует. Как мне реагировать? Если это действительно критика, а критика это, знаете, когда человек делает замечания, и делает это в достаточно такой грубой форме. Ведь мы можем по-разному делать замечания. Есть конструктивное предложение, когда что-то привносится, подсказывается, каким образом это можно сделать, когда упоминаются какие-то положительные моменты. И тогда нам легко получать вот эту обратную связь, что у нас не так получилось. Но если человек настроен критически, и действительно его критика, она больше нас разрушает. Видно, что у него какое-то раздражение вместе с этим, потому что мы не дотягиваем до его стандартов, до его понимания, что должно произойти, каким образом, то, конечно же, вполне уместный вопрос здесь, а вот зачем такие отношения даже? Потому что взаимоотношения любви — это взаимоотношения, где есть доверие, где есть принятие, где есть даже, знаете, принятие вот этих несовершенств, которые есть друг у друга. И если человек в своем взгляде на другого видит слишком много несовершенств, высказывает это, и это выходит в форме критики такой, не принятия, а именно критики, то надо серьезно задуматься, а действительно ли от Господа эти отношения? Потому что я верю и убежден, что Божий замысел на семью — это когда два человека поддерживают друг друга, когда это не разбрасывается словами и ранят друг друга, но когда слова лечат, когда слова ободряют, поддерживают. Вот что должно происходить в семье. Может быть, этому молодому человеку не хватает навыка общения. Такое тоже встречается, когда человек, как это говорится, «я не хочу, но обижаю». Но тогда, уважаемый, тебе надо поучиться, может быть, даже попробуйте сделать ему такое предложение, скажите откровенно, слушай, твоя критика, она разрушает наши отношения. Я не только слышу то, в чем я не права, но я вижу, что наши отношения рушатся. И если тебе ценно наши отношения, то, пожалуйста, научись как-то делать конструктивно свои замечания. Найди возможность, посмотри, как это делают другие, делают это мягко, делают это с любовью. И посмотрите, если для него это важно и ценно, я уверен, он будет искать пути решения. Но если он не изменится, может быть, какой-то даже срок для себя поставьте, может быть, какие-то моменты, и обратите внимание, меняется ли он, делает ли он изменения эти. Но я бы больше призвал, действительно, прислушайтесь, потому что, если эта критика постоянно идет, то это не созидает отношения. Отнеситесь к этому серьезно. И пусть Господь поможет вам действительно вот это вынести на свет, оценить еще раз, насколько действительно необходимы такие отношения вам. Да поможет вам Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова